Завет Завет Судан Судан – это государство в Восточной Африке, граничит с Египтом на севере, и Ливией на северо-западе, и Чадом на западе. Свежая новость, друзья. Израиль и Судан договорились о нормализации отношений. Посредником в договоренностях между Израилем и Суданом выступили США. Президент Трамп анонсировал, возможно, аналогичное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Израиль и Судан договорились о нормализации отношений при посредничестве США. Оба государства согласились на отмену военного положения между двумя народами. Основными пунктами договора станут следующие. Судан будет исключен из американского списка стран, поддерживающих террор, а также получит финансовую помощь в размере 7 миллиардов долларов и доступ к международным займам. Среди сторонников соглашения – суданский министр по вопросам инвестиций, а против выступают исламские партии. В конце сентября власти Объединенных Арабских Эмиратов и США, участвующие посредниками в вопросах нормализации отношений, предложили пакет помощи Судану в размере 800 миллионов долларов. Однако это предложение было отвергнуто. Африканская страна запросила 3-4 миллиарда долларов. Ее руководство также выразило опасения, что граждане могут остро реагировать на подписание подобного соглашения. 15 октября 2020 года правительство Судана собралось на совещание для обсуждения вопросов нормализации отношений с Израилем. По информации CNN, правительство США отдало 24 часа для решения этого вопроса. В случае его положительного решения этой африканской стране будет оказана финансовая помощь и она будет исключена из списка стран-спонсоров терроризма. Из Судана израильские СМИ сообщили, что в ночь на 16 октября Судан может действительно решиться на заявление о нормализации. Лондонская арабоязычная газета пишет, что в правительстве Судана сложились два лагеря сторонников и противников этой идеи. К сторонникам относятся председатель Совета Судана и военное руководство. Против выступает премьер-министр Судан. 19 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Судан выполнил требования его администрации и будет исключен из списка стран-спонсоров терроризма. 22 октября израильская газета объявила о том, что Судан согласился подписать соглашение нормализации с Израилем. За день до этого африканскую страну посетила израильская делегация во главе с директором МОСАДА. Судан объявил о том, что налаживает отношения с Израилем впервые с момента образования этого государства в 1948 году. Как заявил президент США Дональд Трамп, Судан стал еще одним членом Лиги Арабских Государств в нормализующем связи с Израилем. По меньшей мере еще пять арабских стран хотят того же. Палестинское руководство резко заклеймило и осудило израильско-суданскую сделку. Как заявил официальный представитель Организации Освобождения Палестины, эта сделка с Суданом еще один удар в спину палестинца. Объявление суданских властей не стало полной неожиданностью. Ожидалось, что Судан пойдет на этот шаг в обмен на то, что США исключит эту страну из своего списка стран-спонсоров терроризма, куда на данный момент помимо него входят Иран, Сирия и Северная Корея. Удаление Судана из этого списка могло быть использовано как средство давления на переговорах о нормализации отношений с Израилем. Субтитры создавал DimaTorzok